Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу рассказать вам про коробочку Эльбокс в формате кроватного влога. Всегда меня завораживает этот логотип. Молодцы, что так сделали. Тут я закрыла, чтобы совсем не вытек, и все равно чуть-чуть протек. Давайте, поехали! Первый ремель блеск для губ Oh My Glow. Так вот он выглядит. Оттенок 500. Мне очень нравятся такие аппликаторы. Они для меня очень удобные, как нанесение на губы каких-то средств. Но как блески я не очень люблю. Для меня они такие слишком парильные, что ли, губы. Парят немножко так, не очень приятные ощущения. Вот это очень неприятно на губах. Хотя ремель у меня есть помадки, и очень они приятные, и лаки мне нравятся. Но вот блески для меня как-то не очень понравились. Очень неприятные ощущения на губах. Хотя оттенок, в принципе, очень красивый. Дальше такое вот спик, если я правильно говорю, натуральное мыло. Вот так вот оно выглядит. Оно немножко у меня уже использовано, поэтому я его положила в коробочку, чтобы оно не запачкалось, а оно немножко влажное. Ну, в общем, я думаю, что вы увидели. Очень пахнет такой какой-то хвоей, что-то натуральное, прям натуральное. Ну, тут вот вообще для очищения лица я его использовала. И очень достойно оно очистило лицо. Вместе с глазами никакого сушения после него не было. Сколько вот оно стоит? О, я думаю, да, оно подойдет 350 рублей. В принципе, оно очень даже хорошее за 100 грамм. А тут у нас сколько грамм? Ну, тут, наверное, не 100 грамм. Сколько тут? 13,5 грамм. За 100 грамм, я думаю, что очень достойно для очищения лица. Одно время я пользовалась мылом клиник для очищения лица. И на самом деле мылом мне больше всего нравится чистить кожу. Очень много пенок приятных, но мыло как-то оно, видите, подобрать правильно, которое не сушит кожу, оно лучше всех очищает. И в качестве очищения тела тоже можно купить какой-то брусок дорогого мыла. Оно будет довольно долго служить. И хорошую мочалку, и тоже это будет гораздо больше полезных свойств. Потому что там не так много можно добавить чего-то плохого в мыло. И будет больше полезных свойств коже отдаваться. Дальше Вилет, деликатный крен для душа. У меня был такой, у меня был с цитрусом. Я просто его практически съела мгновенно. Моя кожа его съела. Я очень часто пользовалась им. Очень быстро у меня ушел. Такая вот тоже полная версия у меня была. Это для такой чувствительной кожи серия. Вообще с Вилетой я начинаю дружить. Очень мне нравится эта марочка натуральная. Очень она приятная. И вот цитрусовая серия, я просто влюбилась в нее. Очень много у меня продуктов с цитрусовой серии. И она очень достойная. Но вот это мне не очень понравилось. Даже цитрусовый такой же крем для душа, он пенился. Вот это не очень пенился. И по аромату практически аромата нет. Какой-то там странный аромат. Не очень. Лучше вот если брать, то цитрусовый. Цитрусовый просто бомба. Дальше Диваж матовый лак для ногтей Just Matte. Был у меня такой уже давно. Они выпустили вот эту серию. Может быть сейчас у них такой оттенок, если кому интересно. Номерной. Сейчас может быть у них новые оттенки вышли. Но вообще матовые вот эти лаки у Диваж давно есть. Я их давно пробовала. Они достойно держатся. Действительно они прямо матовые. Сейчас много марок. И в принципе большой выбор оттенков. И по цветам, и по маркам можно выбрать разные ассиматирующие лаки. Но вот этот довольно достойный в своей ценовой категории. Он держится 3-4 дня. Так без сколов. Действительно матовый. Прямо все хорошо. Следующий продукт это Japan Girls. Если я правильно читаю. Маска для лица с тремя видами коллагена. Уже попадалась у нас такая. Я пробовала ее. Она мне... Я ее не поняла тогда. Потому что она в принципе ничего не сделала. Хотя она стоит очень дорого. Ну, там правда 330 штук, конечно, в принципе, равномерно. Цена может распределиться, если одну, например, покупать. Но как-то... Не знаю. Она мне в принципе ничего не сделала. Она должна как-то, видите, разглаживать, мемические морщинки, увлажнять, питать. Она ничего абсолютно не сделала. Вот как я ее нанесла. Во-первых, она очень много в ней продукта. Который просто остался в упаковке. И саму маску пришлось даже немножко выжать. Потому что когда я начала наносить на лицо, она просто вся потекла. И несмотря на то, что количество продукта большое. И сама маска в принципе хорошо распределена по лицу. Она как-то ничего не сделала. Я как-то удивилась. Потому что в принципе японские вот эти все азиатские продукты. Они должны быть достойные. Но вот эта маска как-то не знаю. Дальше восстанавливающий ночной крем и увлажняющий дневной крем от Бен Лаури. Такие вот два кремчика. Уже попадались мне такие. Пробовала их. Причем, по-моему, да. По-моему, целая упаковка тоже была. Или может быть миниатюра. Не помню. Но как-то я их не оценила. Они на основе кокосового масла гиалуроновой кислоты. То есть у них антивозрастной в принципе уход идет. Что меня немножко напугало. Потому что мне кажется, что это больше для возрастной кожи идет. И тем не менее, когда я пользовалась тогда тоже вот этими кремами. У меня дневной, по-моему, крем был. Как-то он мне защипал немножко кожу. Как-то раздражение пошло. Видимо, вот этот анти-эйджинг эффект, он как-то на мне не очень хорошо сказался. Поэтому, в общем, вот так вот. Еще была тут такая вот пять вещей, которым мазать. Дейлбокс непременно должна сделать этим летом. И все на этом. А, еще вот такая вот, да, была. Было же два пробничка. Вот это я обожаю. Крем Продиджес от Нюкс. Бомбезный уход. Очень крутой на ночь крем. Очень приятный запах. Такой нежнейший, тончайший, женственный аромат. Отдушка очень приятная здесь. И очень приятно на ночь. Он довольно такой в меру густоватый. Потому что для меня, ну, как ночью, самое такое сильное восстановление, регенерация клеток идет. И нужно более такой хороший уход давать. И здесь вот в этом креме все это есть. Поэтому, если кто-то вот ищет ночной крем, вот такой вот берите. Очень крутой. И тут был вот такие еще BB крема. С двумя одинаковыми оттенками. Я думала, может хоть разные. Они одинаковые. С органической ягодой Асайи. Комплексным увлажняющим кремом. Но я не попробовала, потому что... Ну, тут даже заложила. Он такого вот, ну, очень коричневого цвета. Очень-очень темный, что не дает... Ой, много, много-много. Ну, в общем, вот. Ну, это понятно, что никуда и никак его не попробовать. Хотя очень такая текстура нежная. Прям как шоколад какой-то, растопленная нутелла. Нежная очень текстура. Очень хорошо. Так я на кожу нанесла. Но, конечно, он такого вот цвета коричневого, темного. Получилось, что никак он не бибиб. И подстраиваться он не подстроился. Ну, в общем, вот. Это вся коробочка. И еще хочу рассказать про одну коробочку. Обратите внимание на дизайн. Обычно все были беленькие. А тут розовенькое. И очень красиво все. Вот. Поехали. Первое. Бобор. Лифтинг крем для тела. Бобор спа. Ягоды шелк. Вообще, бобор косметика. Это просто потрясающая косметика. Был у меня как-то кремчик. Вернее, гель для душа. Такой цитрусовый. Просто невероятный. Очень дорогой запах. Ну, и косметика, она достаточно небюджетная. Как можете видеть по цене. Такой вот для тонуса тела. В целом он хороший. Он очень быстро впитывается. Он очень приятно пахнет. Кожа такая упругая становится. В принципе, это есть. Так что, ну, бобор это вообще потрясающе. У них очень крутое. С гидрофильным маслом уход, говорят. Дальше. Номер один. Мейкап-блендер спонж для макияжа. Такой вот. Я большой фанат бьюти-блендеров. Поэтому вот этот, конечно, по сравнению с бьюти-блендером, даже когда его намачиваешь, он довольно тугой. Все-таки я считаю, что без лишних слов лучше бьюти-блендера нет. То есть вот этот так, не очень туговатый. Фаберлик-блеск для губ Color Energy. Такой вот у меня уже был. Он интересный. Флакон имеет, обратите внимание. Такой я... Именно в таком же оттенке у меня уже есть. Но он немножко полосит, если так можно сказать. Вообще обычно это про лак говорится. Но вот он полосит. Немножко есть такое. Дальше. Такой вот Кинетикс. Профессиональный гелевый лак. Насколько я вычитала, он из Латвии. Такой вот гель, ну как лак под гель-лак. То есть стойки до 10 дней. Еще если сверху наносить покрытие их марочное. Его можно наносить на ногти без базы. Он у меня сейчас на ногтях. Очень мне нравится оттенок. Очень так глянцево, красиво лежит. Оттенок у меня... Так... Falling in love. Вот. Приятный лак. Такой вот достойный. Пока я его нанесла только вчера. Еще не знаю как. Но бывает, что некоторые лаки на следующий день сразу скалываются. Поэтому нет. Вот этот очень хорошо сидит. Плотненько. Даже без базы очень приятно, в принципе. На ногтях удобно наносить. Хорошая кисточка. Я думаю, что он в целом хорошо будет держаться. Топом я закрепила не их. У меня его нету. Топа этой марки. А с Эли Хэнсон. Но очень такой достойный. Не полосит. В два раза нанесла. И очень хорошо. Для такой цены, я думаю, что... Мне кажется, что он будет хорошо держаться. Дальше. Натура Сиберика. Шампунь для всех типов волос. Объем и ход. Натура Сиберика у меня... Я вот это не попробовала. Но у меня куча других от Натура Сиберика. И Натура Камчатка. И Натура... Что-то там еще у них вышло. Куча других шампуней. Они на меня действуют так. 50-50. То есть, в принципе, увлажнение неплохое. Но что-то сверхъестественного я у них не замечаю. Дальше. Бьюти Стайл. Омолаживающая маска с биоцеллюлозой. Для области вокруг глаз. Такая маска. Я ее пробовала из прошлых коробочек. Имею представление, что за маска. Очень интересные у них патчи вот эти. То есть, они задевают практически до виска всю зону гусиных лапок. Очень интересно. И очень хорошо увлажняет область вокруг глаз. Разглаживает так. Освежает. Такой открытый взгляд. Так что... Сколько она стоит? Ну, она в наборе. Тут сколько? Я не знаю, сколько в наборе идет. Но в целом, если где-то отдельно увидите, я советую попробовать. Потому что она действительно хорошо. Так разглаживает. Успокаивает область вокруг глаз. И еще тут бонусом была зубная паста. Но блендамид мне как-то не очень подходит. Мне наоборот, от него зубы начинают болеть. И такая вот салфеточка для снятия макияжа. У меня есть целая упаковка. Очень мне нравится. Кто меня давно смотрит, то знает, что это самые для меня идеальные. Я сто раз восхваляла их салфеткой для снятия макияжа. После них не хочется умыться. Они потрясающие. Одной салфеткой очищают все лицо вместе с глазами. Ну, сторон можно допройтись и дочистить лицо. Но так вот они, конечно, потрясающие. Очень классные. Очень хорошее увлажнение дают. И потом такую прямо уходовую пленочку неощущаемую оставляют после себя. Очень хорошее для поездок самое то. И еще тут стандартная брошюрочка. Что взять с собой в поездку. Все. На этом коробочка закончилась. Всем спасибо за внимание. Оставайте комментарии. Подписывайтесь. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»